В годы Великой Отечественной войны Джумаша Соналиев Джумаша Соналиев Участник Великой Отечественной войны Гвардии Ефрейтор Герой Советского Союза Джумаша Соналиев в одиночку отражал непрерывные атаки немецко-фашистских захватчиков Когда враг находился очень близко, в ход пошли гранаты Не желая сдаваться в плен последней гранатой Гвардии Ефрейтор Джумаша Соналиев взорвал себя и рядом находившихся гитлеровцев Его именем названа улица в Минске и установлен памятник Герой Советского Союза Дмитрий Георгиевич Фроликов 3 июля 1944 года Танковый взвод под его командованием Первым ворвался на улицы города Минска Освобождая город от немецко-фашистских захватчиков Сегодня его именем названа улица в городе Минске Спасибо за подвиг Георгий Константинович Жуков Четырежды герой Советского Союза Именно в честь его названа одна из самых центральных и крупных автомобильных магистралей Проходящих по территории Московского района Георгий Константинович говорил Нам стало известно, что сохранившееся здание Дома правительства Центрального комитета Компартии Белоруссии И окружной Дом офицеров Спешно минировались и готовились к взрыву Тогда нами было принято решение Ускорить движение танковых частей на Минск Задача была успешно выполнена Здания были сохранены, освобождены и разминированы Спасибо за подвиг Якубовский Иван Игнатьевич В начале Великой Отечественной войны Командир танкового батальона Участник боев под Минском, Могилевым и Тулой Маршал, дважды герой Советского Союза Спасибо за подвиг Акрестин Борис Семенович, герой Советского Союза 6 июля 1944 года В 20 км юго-восточной Минска Выполняя боевую задачу во главе 6 боевых машин Не увел свой головной самолет от вражеских пулеметов Принял основной огонь противника на себя И направил свой горящий самолет на скопление вражеских войск Спасибо за подвиг Благодаря мужеству и героизму советского народа Ставшего на защиту Родины Сегодня мы живем в просветающей и независимой Беларуси Спасибо за подвиг С праздником Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»